По итогам 11 месяцев социально-экономическое развитие нашего региона остается стабильным. Это и другие вопросы рассмотрели на аппаратном совещании в Павлодарском областном Акимате. По данным Управления экономики и бюджетного планирования, аграрный сектор Павлодарской области показал наибольший рост по республике. По росту инвестиций в основной капитал наш регион на четвертом месте. По информации этого же ведомства, в среднем цены на продовольственные товары выросли на 9,2%, непродовольственные на 8,2%. В Железнском, Итышском и Павлодарском районах отмечается положительная динамика по шести показателям. Необходимо держать в поле зрения процесс жилищного строительства, отметил глава региона. Максимально организовать все ресурсы для того, чтобы ни один квадратный метр строительства не остался в поле зрения. Потому что есть по меру бюджетного строительства, есть еще индивидуальное частное строительство, которое не всегда этим располагает, что в поле зрения Акимата находится. Поэтому необходимо соответствующую работу уже проводить и усилить влияние местных исполнительных органов. Еще один показатель зоны риска – это вот жилья. То, что мы говорим, буквально времени очень мало. Мы должны дополнительно реализовать более 30% объема. Понятно, что на конец года правило идет, все объемы не остаются. Аким области подчеркнул. Производителей необходимо увязать с торговыми точками, чтобы напрямую, без посредников, обеспечить доставку той продукции, которая производится в нашем регионе. Поэтому по всем Акимам касается, эту работу необходима, это персональная ваша ответственность. И вы должны этим заниматься ежедневно, ежесуточно. И здесь вот, я вам желаю, что деятельность, отвечающую, пожалуйста, селектор, проведем в ситуационном центре анализ данной ситуации и меры, которые вы производите. Да, работает стабилизационный вход. Там мы пополнил дополнительными инвестициями. Оборотная схема работает через торговые сети. Заключили соответствующие меморанды. Но все равно есть определенные недоработки по тем позициям, которые я сейчас назвал. На совещании также затронули вопрос о развитии СЭС Паладар за 11 месяцев текущего года. На сегодня в ней работает 10 участников. Объем инвестиций составил 4,5 миллиарда тенге. В том числе и иностранные 1,9 миллиарда тенге. Мурат Ибилмажит, это Сакпарат. Продолжение следует...